Приветствую вас, Яна. Давайте разберёмся по поводу того, в чём ваш, собственно говоря, вопрос. В чём ваш вопрос. Вы говорите, как разлюбить человека. Очень, на мой взгляд, интересный вопрос, потому что разлюбить человека, скорее всего, у вас не получится, по крайней мере, по желанию бы сделать. Более того, я мог бы, наверное, сказать о том, что человека, как мне кажется, вы не сказать, что вы сильно любите, потому что вы ему не доверяете, вы его подозреваете, вы с ним всё-таки скандалите вместо того, чтобы поисследовать и разобраться, собственно говоря, вот с тем, ну, почему так произошло, почему так вот случилось, да, ну вот так случилось, что он ездил и вам ничего не сказал. Может быть, там действительно какое-то обострение, может быть, нет, может быть, у вас, ну, между вами что-то не очень, ну, что-то не очень хорошо, что-то не очень хорошее происходит. Вот. То есть, ну, вот эти моменты вы не акцентировали на них, не осветили их, а они важны, они очень важны. И, как бы, с одной стороны, вы пишете, как понять такое поведение мужчины, с другой стороны, вы спрашиваете, как разлюбить человека, который вот так вот распил мне сердце. И, если честно, я вижу, что вам плохо, я вижу, что вам тяжело, я вижу, что вам, что вы чувствуете себя преданными, что вам ужасно, ну, что вы ужасно себя чувствуете, я понимаю. Но, мне думается, что для начала вам необходимо разобраться в своих чувствах и в том, чего вы хотите. Потому что в одном вопросе вы, как бы, ну, противоречите себя. То есть, я говорю, да, первый вопрос, как понять поведение мужчины, второй вопрос, это вот, ну, собственно, как его разлюбить. Понять поведение одно, разлюбить, это совсем другой вопрос, то есть, понять поведение, это больше такое интеллектуальное, интеллектуальный оттенок, соответственно, разлюбить, это больше работа с чувствами, да, то есть, это разные направления, это, как бы, разные вообще векторы, разные векторы работы. Дальше. Меня интересует то, что происходит в моей семье, точнее, с мужем. Пишите вы. Далее, вы, значит, описываете то, что происходит, то, что происходит, но вы не описываетесь, по сути дела, в своей ситуации. В семье. То есть, что с вами происходит, что между вами происходит. Ведь, ну, почему-то, мужчина ведь он, он ведь почему-то так поступает, поступил, почему-то он решил остаться на ночь, почему-то он решил так себя вести. Понимаете? И у этого есть свои моменты, у этого есть свои причины, которых вы не знаете, которых я не знаю точно, но вы их, несмотря на то, что не знаете, можете разобрать, можете рассмотреть. Например, обратившись вместе с мужем к семейному психологу для одного, чтобы во всем разобраться. Дальше. Наибольшая, наибольшую вероятность, по моему мнению, представляет тот факт, что мужу перестало что-то нравиться. У вас. Перестало нравиться то, что между вами. Вот что-то ему перестало, условно говоря, нравиться. Что-то. Смотрите, какая штука. И, собственно, поэтому он себя так ведёт. И что именно ему нравится, и ему перестало нравиться. Яна. Нужно разбирать. Не ссориться, да, не скандалить, потому что это только его отталкивает. Это только отталкивает его от вас. Вы не понимаете друг друга. И что значит, что он обещал больше так не делать? А, он обещал так больше не делать. А почему сделал? То есть, если человек что-то обещает не делать, но при этом он, условно говоря, не получает ничего взамен, да? То есть, ну, человек, там, что-то делает, вот просто что-то делает. И он обещает этого не делать. Что, ну, очевидно же, что он, очевидно же, что он чего-то хотел. Вот. Очевидно же, что ему что-то было важно. Очевидно, что ему что-то было нужно. Вот. И мало просто, ну, как бы, обещаний, что он чего-то делать не будет. А, как бы, важно понять человека, вот. Так что, что-то, как бы, вопрос к вам, да? Опять же, если вы хотите сохранить семью, кармонизировать отношения, то это одно. Тут нужно стараться понять и мужа, что он понял и вас, и так далее. Да? То есть, разобраться с этим. Если вы не хотите сохранять семью, то работать нужно с вашим чувством. То есть, с чувством вашей боли, например, которую вы испытываете, да? То есть, почему вам больно так, из-за чего вам больно. То есть, понятно, что это неприятно. Это понятно. Никто не говорит, что вы должны, там, кайфоваться от того, что происходит. Нет. Но, понимаете, вот вы говорили, что я совсем разбита. Но ведь муж, пока что, да, муж ничего, как бы, вот, прямо откровенно плохого не делал. То есть, да, он просто обманом у вас гуляет с ребёнком и с бывшими, но он говорит, что бывшими, он никуда его не отпускает. Но с ребёнком, в общем, он хотел проводить время. Вот. И говорю вам, потому что знал, как вы это воспримите. Вот. Я хочу сказать, что по факту ничего плохого не было. Ладно, если вы увидели фотографию, что он там, не знаю, идёт, там обнимает, обнимает, значит, свою бывшую жену, да, там обнимают её, там целуются они и так далее. Это да, тут понятно, но в вашем случае ничего такого нет. Вот. А смертью нужно копать глубже, смотреть, какова природа этого конфликта. Вообще, наше видно, что эта природа конфликта началась внедрить с первого числа. Вот. Она началась раньше. Знаете? Какая штука. И вам нужно, вот, как бы, уже с этим разбираться, анализировать отношения. Например, что, как. Когда началось отдаление, что, что, может, мужчине не нравится. Лучше, чтобы вы были вдвоём. Ну, вот. Значит, зачем он это делал и делает? Ну, опять же, да, пока мы можем сказать только то, что вот он, что ему либо что-то не нравится в важной браке, что именно непонятно. И у него, либо у него незавершённые отношения с бывшей женой, тут нужно анализировать, как вообще они расстались, как мы познакомились и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот. Либо, действительно, просто всё так, как говорит он. Вот. Дальше. Я понимаю, меня обманывали наверняка, много чего не знаю. Ну, вот это вот уже у вас идёт такое, знаете, параноидное состояние. То есть, я понимаю, меня обманывали, много чего не знаю, с чего вы именно, не знаю. Вот. Дальше, как разлюбить человека, который вот так вот разбил мне сердце? Где он разбил вам сердце? То есть, что он сделал такого? Он вам не изменял, пока что. Он вам, он не сломал, он не делал ничего такого, что прямо можно было бы интерпретировать, как измену вам. Вот. Понимаете? Да. Могут быть проблемы. Да. Могут быть проблемы. Никто не спорит. Но с этим нужно работать. Опять. И разлюбить вас, ну, ещё раз повторю, не получится. Именно разлюбить вас не получится. Можно как-то вот разобраться в своих чувствах, можно выразить свои чувства, можно посмотреть, что именно вы испытываете, значит, к мужчине. Вот. Это можно сделать. Но я не думаю, что можно взять и пожелания человека разлюбить. Поэтому определите для себя, что вы хотите гармонизировать отношения или помочь вам, ну, помочь пережить вам вот то, что произошло. Ну, определитесь с этим и после этого я полагаю, что уже можно будет вам выбрать психолога и начать двигаться по направлению к цели, которую вы хотите. Вот. Надо сказать, что цели в некоторой степени смежные, ну, то есть, в смысле, что они могут совпадать. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. А если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку «Возврат за ночь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго, желаю понять, что вы хотите и желаю, чтобы ситуация разрешилась без каких-то чрезмерных таких жертв, возможно. Возможно. Продолжение следует...